А звук будет слышен, да? Я Павел Джангиров, архитект и журналист. Для Ньюс АЭМ начинаю цикл «Ереванские зарисовки», посвященные истории Еревана, его зданий, его людей. Мы находимся на площади Сахара. Почему выбрали именно эту площадь? По одной причине, что здесь собраны очень интересные здания, которые отражают развитие армянской архитектуры начала 20-х до 30-х годов. Значит, здесь столкнулись два течения. Это классическое течение, которое представляет первый главный архитектор Еревана Николай Гаврилович Будниатян. Почему-то все думают, что Александр Таманян был первым главным архитектором. Но это не так. Александр Таманян никогда не был главным архитектором Еревана. В 1923 году он приехал в Ереван по приглашению председателя Сабнаркома Сергея Лукашина и начал заниматься генеральным планом Еревана. Но объем работ был таким большим, что он обратился к своим российским коллегам, то есть тем архитекторам, с которыми работал в России, чтобы они приехали сюда и работали. Откликнулся Николай Гаврилович Будниатян, который также, как и Таманян, окончил Санкт-Петербургскую академию художеств. И в 1924 году он приехал сюда и был назначен главным архитектором. Таманян и Будниатян разделили свои функции. Таманян должен был заниматься генеральным планом и крупными общественными сооружениями, а Будниатяну поручили заниматься жильем и общественным зданием. И вот тут как раз одно из интересных зданий Будниатяна – это пожарное депо, которое было построено в 1930 году. Сейчас оно в таком полуразрушенном состоянии, его даже хотят снести, но считалось архитектурным памятником. С Богом, помимо пожарной части, и велась и жилая часть, вот со стороны улицы Пушкина, есть и остается жилая часть, в которой жили наши семьи пожарников, которые работают. Поначалу Аманян и Будниатян испытывали нехватку в инженерных кадрах, архитектурных кадрах. Их не было. Но группа молодых армян училась в Москве, в Ахутемасе. И в 1929 году они приехали. Это были, значит, Алабян, Кочар, Геворг, Микаэл Мазманян, Циран Ярканян. И вот они сразу выступили против классиков, против Томаняна и Будниатяна. Если мы видим, что Томанян привержен архитектурой традиционной такой, классической, и он все-таки использовал в своем, даже в таком утилитарном здании, как пожарные депо, элементы декора, то новые вот эти архитекторы, которые стали себя именовать ОПРА, Общество пролетарских архитекторов, они предпочли новые конструктивистские стили. И вот эти два примера, которые здесь находятся. Это вот здание Армгострака. Вот это вот. Это здание построено в 1930 году. Также. И авторами являются Мазманян, Кочар и Алабян. Здорово, Алабян. На первом этаже в советское время находилась редакция газеты «Авангард», молодежной армянской газеты. А внизу имелся пандок Вернатун, который был очень известен еще с тех времен и служил местом встречи писателей армянских, поэтов. Он такой легендарный этот самый. Вот видим совершенно простые формы, без всего. И напротив здания, здания геологоуправления. Вот авторство этих же трех молодых архитекторов, конструктивистов, которые захотели же в армянскую архитектуру внести свой какой-то стиль, отличный от классика. Но, правда, они в конце концов примирились, и уже где-то у Буниатяна мы видим в некоторых зданиях элементы современной архитектуры. И это здание реконструировано было в последнее время. И поэтому так трудно сказать, что это отражает полностью первоначальный его облик. Но, тем не менее, характерные вот эта закругленная лестничная клетка, и все они как раз отражают те тенденции, которые были в 30-х годах. Сейчас мы пройдем выше, где очень интересные здания, как раз относящиеся к Николаю Буниатяну. Значит, как вышло, что Николай Буниатян приехал в Армению? Дело в том, что Таманян первый раз приехал в Ереван по приглашению первого правительства Армении. И внешне председателя пройдет. Иванос Качазун не пригласил Таманяна в Армению в 1919 году и назначил его главным архитектором Армении. Была такая должность. И Таманян тогда начал заниматься генпланом Еревана Нового. Но политическая обстановка сложилась так, что он вскоре уехал. И уехал в Персию. В город Тавриз. Где долгое время занимался проектированием одной из центральных улиц Тавриза. Потом установилась советская власть в Армении. И председатель Совнаркома Сергей Лукашин написал ему в январе 1922 года письмо с просьбой приехать в Ереван и заняться проектированием снова генпланом. Таманян ответил не сразу. Так, кстати, эта улица Налбандяна раньше называлась Тер-Гукасовской. Ее первоначальное название было Тер-Гукасовской. Потом она стала Налбандяной. Таманян ответил не сразу Лукашину, потому что он переживал тяжело смерть своей 13-летней дочери. Но спустя полтора месяца написал ответ, что да, я согласен приехать и работать в Ереван. В марте 1923 года, в конце марта, он приехал в Ереван и был назначен председателем Высшего технического совета Республики Совнаркома Армении. и начал заниматься генеральным планом. Потом написал письмо Буниатяну с просьбой приехать в Ереван и заняться проектированием общественных и жилых зданий. Буниатян в 1924 году в апреле переехал в Ереван и буквально с первых дней занялся проектированием жилых домов. Сейчас мы подходим к одному дому и одному из самых первых домов, который он запроектировал. В этом доме жил Аксель Багунц. Один из наших армянских известных писателей. А этот перекресток интересен вот чем. Значит, здесь предполагалось сделать площадь, организовать. Было построено в 1925-1927 годах два здания на перекрестке улиц Туманяна и Налбандяна. Они образовывали такой полукруг, если вы сейчас подойдете. Предполагалось, что такое же решение будет и на этом перекрестке. Но не сделали. И осталось такое половинчатое решение. Но интересно то, что эти два дома, которые мы сейчас увидим, они были первыми домами, так сказать, нового типа. нового жильярда. Один были, каждый имел по четыре квартиры на каждом этаже. В средней части двухкомнатные квартиры были. В боковых частях трехкомнатные квартиры. Характерны они своей архитектурой. Сочетанием каменной кладки со штукатуркой. Вот в этой квартире на третьем этаже вот здесь, вот этого дома, поселился Александр Спиндиаров, ваш известный армянский пропозитор. И жил здесь на самой смерти. Вот этот дом, где жил Аксир Бакунч. Вот это мемориальная доска сообщает о этом. Это здание проектировал кожи-приятиях.